Всем привет, братья и сёстры. Здорово, отец. На связи отец Евген. Пять из пяти ребят, на ваших глазах. Контор продался! Куда ты лезешь, хуесосина? Дисклеймер. Данный видеоролик должен бы выйти намного раньше. Но так как я уже месяц челю на море, выход этого ролика немного подзатянулся. Блять, а ты нахуй хуйнул бы тебя, бля, просто... Не обращай внимания на это, потому что актуальность этого видео, как мне кажется, не пропала. И да, всё сказанное в этом видео, моё личное мнение, не направленное на то, чтобы кого-то задеть или обидеть. Приятного просмотра. Я уверен, что для многих из вас не секрет, что помимо Free Fire, я также играю в ряд других мобильных игр, одной из которых является PUBG Mobile. Ооо, дизлайк, отписка! Братишка, тебе надо в больницу срочно. Но не скучай так делать и закрывать это видео. Сегодня я решил раз и навсегда ответить на вопрос, что же лучше, PUBG Mobile или Free Fire? Так исторически сложилось, что если ты любишь Free Fire, то ты обязан ненавидеть PUBG. Если же ты любишь PUBG, то ты обязан поливать говном Free Fire. Эдакая бесконечная война фанатов. Это глупо. Блять. Где-то более привлекательная графика, где-то более интересные игровые события, где-то лучше реализовано управление, где-то круче физика оружия, физика транспортных средств. И когда тебя спрашивают, что же лучше, ответить сходу просто невозможно. И я думаю, что в подобном формате видеороликов на канале будет несколько. В каждом из них мы будем смотреть на различные игровые аспекты Free Fire и PUBG. И сравнивать их, чтобы в конечном итоге ответить на главный вопрос. Какая же из этих игр лучше? В сегодняшнем видео мы сравниваем Royal Pass двух самых знаменитых мобильных игр в жанре королевской битвы. Приятного просмотра. А спонсор данного видеоролика мой паблик ВКонтакте. Отцовское общество. Самый топовый паблик по Free Fire и другим игрулькам. Помимо крутых мемасов и новостей по игре, там ты найдешь десяток конкурсов и раздач халявы. Например, прямо сейчас нам проходит конкурс на 500 тысяч алмазов. Ссылка на паблик в описании. Для сегодняшнего видеоролика я подготовил вот такую вот интересненькую табличку. Мы посмотрим стоимость Royal Pass, его длительность, его сложность, количество уникальных предметов, какие-то бонусы-приколюшки от разработчиков. И в конечном итоге я дам свою личную оценку, что лично для меня, по моему мнению, окажется лучше. Ну и чтобы не затягивать вступительную часть, давай начинать. Заходим в Free Fire. И сразу же сходу, как только мы зашли в игрушку, нас встречает замечательная золотая сковородочка с петухом из Пабга. Заходим в Royal Pass сезона Free Fire. Какой-то уже сезон, я уж со счета, если честно, сбился. Вот он, сезон катаклизма. Вот такая вот заставочка встречает нас на сезоне. Ну прикольно. Заставки Горена делать умеет, честно. Вот он, элитный пропуск. Катаклизм. Я этот пропуск уже прошел. Мне на это потребовалось всего лишь 3 дня. Пропуск вышел за 3 дня, у меня уже 275 медалей. Давай сразу заберем кейс, попробуем его. Неужели? Я столько месяцев гнался за этим мотоциклом. И вот он, наконец-то, у меня. Молодой человек, это ранило меня в самое сердце. Пожалуй, я распечатаю это и заварю вместе с чаем, чтобы проглотить унижение. В нашей табличке давайте отметим длительность пропуска. Пропуск в Free Fire идет 31 день. Поэтому в колоночке длительность я ставлю 31. А вот здесь, чуть-чуть пониже, я сейчас поставлю фактическую цифру, за какое количество дней этот пропуск можно пройти. Лично я последний пропуск прошел за 2 дня. Кул-кулу стори, братишка, блядь. 3 дня! Земля тебе пухом, дальше что? Ставим сюда цифру 2. Хорошо это или плохо, каждый пускай ответит сам для себя. Я же считаю, что это хреново. Когда пропуск рассчитан на 30 дней, а ты его можешь пройти буквально за 2 суток. Это очень-очень плохо. Потому что когда я забираю все награды, лично у меня как-то угасает желание возвращаться в игру. Так как я коллекционер, мне хочется, чтобы пропуск меня затягивал. Чтобы у меня была мотивация прийти в игру, разъебать и газобрать новую шмотку. В Free Fire это реализовано очень-очень плохо. Куда ты лезешь, хуесосина? Куда ты, блядь, лезешь? А мудок ты, блядь, недоделанный. Теперь что касается стоимости пропуска. Если мне не изменяет память, если мы не говорим о предзаказе, то стоимость пропуска в Free Fire это 800 алмазов. Или 600 рублей. И у нас еще 300 алмазов остается. Но если мы говорим конкретно о стоимости только пропуска, если мы донатим в игру только ради пропуска, то это будет 179 плюс 300. Почти 500 рублей за пропуск в Free Fire. Если мы будем брать пропуск по предзаказу, то это нам обойдется в 400 рублей. Идем дальше. Давайте посмотрим на предметы, которые нам дают в пропуске Free Fire. В этом видеоролике я буду отмечать только легендарные шмотки, которые подсвечены вот таким вот золотистым цветом. В крайнем пропуске Free Fire нам дают курточку, биту, это уже две вещи, скин на джип, вот такой вот фончик, это четвертая вещь, вот такую вот аватарку, это пятая, скин на девушку, это шестая вещь, скин на доску, это седьмая уже вещь, эмоция, фончик, аватарка, скин на лутбокс, еще один скин на доску, это уже двенадцатая, по поводу камня эволюции, я думаю, мы этот камень эволюции считать вещь не будем, потому что это все-таки как расходный материал в данном случае. Скин на рюкзак, это уже тринадцатая вещь, и последний финальный скин на мужского персонажа, это четырнадцатая вещь. Всего в игре нам дают 14 легендарных шмоток, не считая камня эволюции. Но хочется сразу же отметить, что среди всех этих 14 вещей есть вещи шваковые, есть нормальные стоящие вещи, а есть шваковые. Давайте мы сразу же отметим, сколько из этих вещей реально, действительно стоящих, ради которых стоит донатить на пропуск. Я думаю, это правильно. Вот эта курточка, я считаю, она нахер не сдалась. Бита? Да, первая вещь есть. Скин на монстр трак? По-любому. Фон? Нет, он мне нахер не нужен. Аватарка? Ну, камон, тоже не нужна, тем более такая уебищная. Я играю мужскими персонажами, у меня тут аватарка, тёлка. Скин на женщину? Да. Ещё одна третья стоящая вещь. Скин на доску? Да. Для коллекции? Да. Отлично. Эмоция? По-любому, да. Ещё один фон нам не нужен. Ещё одна бесплатовая аватарка нам не нужна. Аутбокс? Да. Ещё одна доска? Ну, камон, заносить её сюда не будем, потому что она практически один в один, как прошлая доска. Скин на рюкзак? Да. Это уже седьмая вещь. И финальный мужской скин? Восьмая вещь. Итого, из 14 легендарных шмоток, которые нам предлагают разработчики в игре, лишь 8 реально стоят того, чтобы в неё задонатить. Хорошо это или плохо? Решайте сами. Идём дальше. Есть у меня колоночка, вот такая вот сложность. Задания в каждом пропуске фрифайра, они настолько лёгкие, что, ну, реально, его можно пройти за сутки, если захотеть. Ты в 10 утра можешь встать, зайти в игру, и уже в 10 вечера у тебя будут абсолютно все вещи из пропуска. Давайте здесь мы будем оценивать по пятибалльной системе. Я даю сложности фрифайра 2 балла. Не нравится? Пшёл нахер отсюда. Это не для тебя сделано, и не для таких, как ты. Идём дальше. Следующая колоночка. Бонусы. Что нам дают разработчики по ходу пропуска в фрифайре? Я буду сейчас считать исключительно лишь бонусы, которые относятся к самому пропуску. Если мне не изменяет память, в каждом пропуске есть предзаказ, и за него нам дают какую-то шмотку. Всего лишь один бонус на один пропуск. Всё. Все столбики мы с вами заполнили. Теперь, что касается моей личной оценки. Во-первых, пропуск недорогой. Второй плюс. Среди всех легендарных шмоток пропуски фрифайра, больше половины из них реально стоят того, чтобы задонатить в игру. Теперь, что касается длительности. Моё личное мнение, 31 день – это плюс. Когда каждый месяц обновляется игрулька, это очень хорошо. Когда каждый месяц разработчики регулярно, уже на протяжении двух лет, приносят новые, новые и новые ништяки для своих игроков. Я считаю, это довольно хороший плюс. Но то, что этот пропуск максимально легкий, и его можно пройти буквально за один день, это, конечно же, минус. Что касается одного бонуса за предзаказ, это и не плюс, и не минус. Потому что глупо оценивать пропуск по бонусу. Это такая интересненькая просто плюшка-приколюшка для тех, кто донатит в игру. Иногда она хорошая, иногда она плохая. Конкретно вот в этом пропуске, который мы сейчас с вами смотрим, конечно, это плюс. Первый скин на лечащую пушку, он действительно прикольный, он мне нравится. Поэтому если смотреть в рамках данного пропуска, то я отмечу это как плюс. Пометим зелененьким цветом. Итак, что мы видим? Из пяти аргументов всего лишь три положительные. По этому пропуску в Free Fire мы с вами даем три балла из пяти. Три, пять. Все, ставим. И идем оценивать PUBG Mobile. Надо, кстати, отметить, что перед началом каждого сезона разработчики дают вот такие вот интересные, а главное, бесплатные плюшечки-приколюшечки. Хоть и временные, но все равно прикольно. Давайте сразу же это отметим здесь. Первый бонус у нас в виде бесплатных плюшек. Занесем это сюда. Royal Pass 14. Вот. Вот такая вот интересная заставочка нас встречает в пропуске. Воу, эпично-эпично. Ох. Но, блин, ролики у PUBG, честно, честно вам скажу, намного пище. Это правда. Но мы ролики, конечно, не оцениваем. Это уже все-таки другое немного. Мы в сегодняшнем видео оцениваем именно содержание пропуска, а не его визуальную составляющую. Видео таких вот роликов, загрузочек и так далее. Ролик мне этот понравился больше, чем во Free Fire. Сразу же, ребята, отмечу, что количество наград в пропуске PUBG гораздо больше, чем в Free Fire. Это, мне кажется, тоже такой маленький. Хотя, блядь, нет, это большой плюс. Наград здесь действительно больше. Сейчас мы все эти награды с вами посмотрим, но для начала давайте отметим, сколько стоит данный пропуск. Это примерно 10 долларов. 10 баксов стоит элитный пропуск в PUBG Mobile. Давайте сразу же в этой табличке отметим. 700 рублей стоит пропуск в PUBG. Или 600 баксов. Игровая валюта PUBG Mobile. Длительность одного пропуска в PUBG 8 недель. 56 дней. Это почти в 2 раза больше, чем в Free Fire. Что касается времени, которое мы потратим на прохождение данного пропуска, оно практически одинаковое. Связано это с тем, что в PUBG дают задания постепенно, а не как в Free Fire. В Free Fire они доступны все сразу, а в PUBG нам каждую новую неделю дают новые задания. Как показывает опыт, примерно за 40 дней можно пройти пропуск. Кто-то, если постарается, пройдет его гораздо быстрее. Следующий пункт, по которому мы оцениваем, это сложность пропуска. По моим личным наблюдениям, и исходя из того, что я только что сказал, то, что пропуск в PUBG, он дается нам постепенно, вы будете играть, 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 и у вас будет мотивация каждый день, каждую неделю возвращаться в игру. Потому что у вас есть пропуск, у вас есть в этом пропуске новые предметы, и у вас есть новые задания, выполняя которые вы будете забирать эти самые предметы. Исходя из этого, я считаю, что сложность у PUBG по пятибалльной шкале это пять баллов. Понимаете, блядь, меня это вгоняет в уныние. Я смотрю это, и я хочу умереть, блядь. Что у нас по предметам? Нам дают вот такой вот охренительный скинок, вот такой вот скин на оружие. Прикольно, это уже две вещи. Далее идут расходники, баксы, материалы. Вот такая вот панамочка. Прикольно. Далее у нас идет вот такой вот охренительный брелочек на рюкзак. Это, кстати, одна из самых прикольных вещей лично для меня в PUBG Mobile. Вот эти вот висюлечки на рюкзачок. Как по мне, это очень прикольно выглядит. Идем дальше. Победная эмоция. Когда ты побеждаешь в аркадном режиме, ты будешь показывать новую эмоцию. Прикольно. Для коллекции клево. Уже мы назвали с вами пять вещей. И все пять легендарных вещей реально стоят того, чтобы заданатить в игру. Охренительный прикольный шлем. Необычный. Такой с арокезом в брокерской тематике. Скин на сковородку. Вот такой вот прикольный верх на женского персонажа. Это уже восьмая вещь. Вот такая вот очередная панамка. Это уже девятая вещь. Скин на самолет. Скин на гранату. Ну, это уже одиннадцатая вещь. Я посчитаю его, но... Но он не стоит того, чтобы донатить на пропуск. Идем дальше. Тут у нас расходнички, хуетнички, всякая хрень. Скин вот такой вот наверх. Вот такая вот фуражечка. Прикольно. Можно посчитать. Это уже тринадцатая вещь. Скин на рюкзак. И аватарка. Вот такая вот интересная аватарка. Ну, прикольно, прикольно. Пятнадцатая вещь. Но я не считаю, что ради нее стоит донатить. Скин на М16. Эмоция. Маска. Охренительно выглядит. А, это прическа была. И вот маска сейчас вот такая вот. Это уже девятнадцатая вещь. И верх. Главный верх. Двадцатая шмотка. Итак, количество супер предметов. Двадцать штук. Мы их все только что с вами посмотрели. Давайте их сюда занесем. А стоящих предметов среди двадцати восемнадцать. Ну, это действительно круто, согласитесь. Все вещи в пропуске и почти все из них годные. В фрифайере всего лишь половина. А здесь почти все двадцать вещей топчик. Идем дальше. Сложность мы отметили. Количество предметов мы отметили. Теперь, что касается бонусов. Мы уже отметили, что в пабге с начала нового сезона дают всякие бесплатные временные плюшечки. Мы отметили это как один бонус. Супер. Один из самых весомых, я считаю, бонусов в пропуске паб. Это то, что по ходу уровней нам разработчики возвращают игровую валюту. Вот они. Вот эти вот баксы. Мы за эти баксы купили пропуск. И по ходу пропуска нам эти баксы возмещают. Пропуск стоит шестьсот баксов. И как показывает практика, все шестьсот баксов можно вернуть. Я считаю, это прям супер охренительно весомый бонус. И сразу же, исходя из этого, можно сделать вывод, что пропуск по факту дешевый. Что мы за эти бабки покупаем два пропуска. Можем пройти первый пропуск, вернуть бабки в этом пропуске. И на эти же бабки купить второй пропуск. Логика. Задонать один раз и играй все пропуски папка. Идем дальше. Также в папке есть вот такие вот интересные кейсы. Которые по достижению сотого уровня РП можно будет открывать за очки, которые нам дают за выполнение в миссии в пропуске. В этих кейсах лежат абсолютно уникальные вещи, которых нет в пропуске. И которые нельзя купить за игровую валюту. Вот, в данном пропуске это вот такие вот интересные, я считаю, скины. Смотрите, какие прикольные, симпотные скины. Это тоже крутой плюс. И мы его сюда заносим. Кто-то сейчас скажет, что, Евген, так в Free Fire тоже, когда получаешь 225 медалек, есть кейсы. Да, они там есть. И для новых игроков это тоже можно посчитать как бонус. Но вы сейчас не дадите мне соврать, что данный кейс уже очень-очень-очень давно разработчиками не обновлялся. Там лежат все ровно те же шмотки. Эти шмотки вы можете выбить примерно за 3-4 пропуска, если будете копить медальки. Потом откроете кейсы и все шмотки оттуда вы выбьете. Ровно как и тот факт, что все эти шмотки можно просто купить за игровую валюту. Они все продаются в магазине за алмазы. Поэтому я не считаю этот кейс как за бонус. А в PUBG это действительно бонус, там действительно уникальные шмотки, которые доступны только во время сезона. Вроде бы все. Три бонуса за пропуск данный есть. Ну и еще бонус предзаказа. Если ты делаешь предзаказ этого пропуска, тебе тоже там какая-то хуйнюшка падает в виде, по-моему, рамочки вот на эту вот аватарку, которая вот наверху у меня. Но камон, кому нужны эти рамочки? Это за плюс считать очень глупо. Возвращаемся в нашу табличку и вносим сюда циферку 3. А теперь давайте подведем итоги и посчитаем, на какую финальную оценку тянет крайний пропуск PUBG Mobile. 700 рублей стоимость пропуска в папке. Это, конечно же, минус. Пропуск выходит дороже, чем в Free Fire. Но! Смотрите, в чем соль. В одном из бонусов мы с вами отметили, что по ходу пропуска нам возвращается игровая валюта. То есть, бабки, которые мы вкладываем в PUBG, по ходу прохождения пропуска мы можем с вами вернуть. То есть, окупает вложение. Абсолютно все вложения пропуск окупает. И нам возвращается игровая валюта, которую мы можем потратить на приобретение следующего пропуска. Помимо того, что он стоит 700 рублей, он длится гораздо дольше. 56 дней. Поэтому, следуя логике, мы за 2 месяца в PUBG тратим всего лишь 700 рублей. В то время как в Free Fire за 2 месяца мы потратим 1000 рублей. Потому что за 2 месяца мы купим 2 пропуска. И это будет дороже. Это еще один минус. В сроках, я думаю, вполне заслуженно улетает в PUBG плюсик. То, что пропуск можно пройти за 40 дней, практически за те же самые 2 месяца, а не как в Free Fire за сутки, я тоже считаю это весомый плюс. Сложность в пропуске PUBG, она намного выше за счет того, что пропуск растянут на несколько недель. Поэтому сложность 5 баллов и это, конечно же, весомый плюсик. Количество супер предметов. Во-первых, гораздо больше предметов, чем в пропуске Free Fire. Это весомый плюс. И почти все вещи в пропуске PUBG, они топовые. Ради них стоит донатить в игру. Это еще один плюс. Количество бонусов в PUBG мы уже с вами выяснили гораздо больше, чем в Free Fire. Закрашиваем зелененьким цветом. И подводя итог, моя личная оценка пропусков PUBG Mobile. Смотрим. Пропуск окупает вложение, даже несмотря на то, что он дорогой, это плюс. Длительность гораздо выше, это второй плюс. Сложность гораздо выше. Лично для меня это плюс. Мне нравится, когда над пропуском нужно попотеть, когда в игру нужно возвращаться, когда у тебя есть стимул играть в нее как можно дольше. Поэтому сложность, когда она повышенная, я считаю, в подобных играх это только плюс. Вы можете посчитать это за минус, это ваше право. Если вам нравится зайти в игру, сыграть в нее сутки и получить все награды, это ваше право. Я же хочу растянуть удовольствие. Мне гораздо приятнее заходить в нее в течение месяца и каждый день чувствовать свой прогресс, каждый день получать новую вещь, а не как это в Free Fire. Я зашел, буквально за сутки все забрал и вышел. И возвращаюсь в нее только через месяц. Ну или на стримах. Количество предметов. Четвертый плюс, однозначно, я думаю, это вполне объективно. И бонусы. Опять плюс. Пять. Пять из пяти, ребят. На ваших глазах, я думаю, это вполне объективно. Я обосновал свое мнение, почему пять баллов. Моя личная оценка нынешнему пропуску в PUBG Mobile пять из пяти. Гандо продался! Я не продался, братик. Вот такая вот общая картинка у нас с вами сложилась. В данном видеоролике, сравнивая два роял паса в PUBG Mobile и в Free Fire, побеждает, по моему личному мнению, PUBG Mobile. Но! Если бы я снял этот видеоролик раньше, с прошлым пропуском, который был в PUBG 13, поверьте мне на слово, Free Fire бы сделал бы вот так PUBG. Потому что прошлый пропуск в PUBG был самый залупный из всех, что там когда-либо были. А этот новенький, он был такой симпатичный, нормальный. Ребят, этим видеороликом я ни в коем случае не хочу оскорбить Free Fire. Я так же, как и вы, люблю эту игру. И она мне нравится. И я в нее играю уже два года. А это уже что-то дозначит. В PUBG я играю гораздо меньше. У каждой из этих игр есть свои плюсы, есть свои минусы. Как, собственно, и у любой игры. Данный видеоролик для этого и создавался, чтобы показать минусы и плюсы этих двух игр. Сегодня мы сравнили роял паса этих двух игр. В следующих видеороликах мы сравним что-нибудь другое. Я думаю, это будет графика, это будет физика и так далее. Но все это будет в следующих видео. А пока 1-0 в пользу PUBG Mobile. На самом деле, пацаны, в этом жестком противостоянии я болею за Free Fire. Мое сердце не выдержит, если Free Fire проебет. На самом деле, мне абсолютно пофигу, какая из этих игр победит. Я как раньше играл в Free Fire и в PUBG, так и дальше буду продолжать играть и в Free Fire и в PUBG. И я считаю, это глупо. Любя одну игру, хейтить другую. Играть можно в обе игры одновременно. Обязательно ставьте лайк, если данный формат вам понравился. И пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Какая из игр вам нравится больше. И какой урой у вас, по вашему мнению, круче. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Меня зовут Отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok